Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о явлении Креста и Богородицы на небе. Массовый захват заложников террористами под руководством Шамиля Басаева в июне 1995 года. Группа террористов от 150 до 200 человек приехала с территории Дагестана утром 14 июня. Террористы захватили в заложники более 1500 жителей Буденновска, которых согнали в районную больницу. Террористы требовали прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры. 18 июня на пятый день случилось чудо. В небе над больницей появился Крест и Богородица. Мелания вспоминала. Соседка, с которой мы рядом сидели, толкает меня и говорит. Посмотри. Я повернула голову в сторону окна. За оконным проемом было чистое голубое небо, и во все небо распростерся черно-пепельный православный крест. А к подножию креста прислонилась фигурка женщины. Вне всяких сомнений это была Богородица. Видение длилось в течение часа. В палатье было 35 человек. Но явление креста и Богородицы видели только трое. А в соседней палатье видели только двое. А вот свидетельство заложницы веры. Одна женщина вдруг воскликнула. Девчата, смотрите. Мы увидели на небе крест как бы облачный. Справа от креста стояла Богородица, обращенная ко кресту. Город Буденовск до революции имел название Святой Крест. А на месте больницы, где содержались заложники до революции, стоял монастырь, который разрушили большевики. Явление видели в городе многое. Рассказы очевидцев записаны и документированы. Нет сомнений, что и боевики видели Богородицу. И именно это обстоятельство повлияло на решение Басаева освободить заложников. Эдин из террористов говорил Нине. Я видел явление. Господь внял молению своей матери. 18 июня в праздник иконы Божией Матери умягчения злых сердец. В местном храме Казанской Богоматери был совершен соборный молебен Ставропольского духовенства. Именно в этот день после молебны Богоматери обстоятельства неожиданно изменились. Злые сердца бандитов умягчились. На следующий день заложники были освобождены. После освобождения заложников Нина во дворе Казанского храма встретила женщину, живущую напротив больницы. Она свидетельствовала, что наблюдала в ночь с субботы на воскресенье 18 июня сияющее как бы огненное облако, которое опустилось на крышу больницы, а затем растаяло. В эти же дни отроку Ионну, проживающему в Буденновске, приснился сон, в котором ему было сказано, что он должен умереть. Мальчик вместе со своей матерью пошел в храм исповедаться и причаститься святых христовых тайн. 14 июня в среду Иго собирались положить в районную больницу на операцию. Однако хирург был занят и предложил прийти на следующий день. Когда Ваня с мамой узнали о том, что больница захвачена боевиками, Ваню отвезли в другую больницу, где сделали операцию. Когда он отходил от наркоза, то находясь в полузабытии, начал вдруг молиться Господу и Богородице, прося прощения в своих прегрешениях. Когда Ваня пришел в себя, то рассказал, что ему снилось, будто он заложник в больнице. Во сне он пережил то, что ему надлежало пережить наяву, но Господь спас Иго. Все эти дни митрополит Ставропольский Гидеон молился о даровании свободы заложникам. По представлению владыки письменных свидетельств, очевидцев иконописцам было поручено написать крестовскую икону Божией Матери. Работа иконописцами была выполнена всего за 12 дней. С 1995 года первообраз крестовской иконы Божией Матери находится в Казанском храме города Буденновска. Празднование иконы совершается 18 июня. На одном из вариантов крестовской иконы под крестом изображены строения мужского монастыра, а за ними кавказские горы с силуэтом Альбруса. На полях святой князь Михаил Тверской. Эта икона существует и в других вариантах, незначительно отличающихся друг от друга. В результате теракта погибли 129 человек, в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих. 415 были ранены. В результате переговоров спасены около 1500 заложников. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о том, как зацвел Терновый венец на распятие. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории и явления Бога и Богородицы нам грешным. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!